Ну сразу большое спасибо предыдущей кампании за показ части нашего функционала. Мы команда цифровых мер, сейчас мы отключимся через сколько секунд? Окей. Итак, команда цифровых мер, приложение In Your Face. Маленький вопрос к залу. Скажите, пожалуйста, кто из вас хоть раз прикалывался над своими друзьями, их подкалывал? Поднимите руку. Ага, кто любит это делать на постоянной основе? Супер. Ну, собственно говоря, для вас мы делаем это приложение в следующий слайд. Все знают пирамиду масла. Мало кто знает, что в пирамиде масла засекречено, и засекречен еще один уровень, который связан с поколами друзей и разными играми. Следующий слайд. Итак, именно это мы и предлагаем встроенное прямо в приложение Photolab. Вы нажимаете на кнопочку «Подколоть своего друга», и это равносильно призыву «Сделай это первым», иначе кто-то это сделает за тебя и подколет тебя. Нажимаешь на эту ссылку и следующий слайд, и ты можешь устраивать целые баталии подколов. А где это делать, как и в социальных сетях. Например, в Фейсбуке. Следующий слайд. Как это выглядит? Вы заходите на страничку, подгружаете фотографию, либо вы загружаете ее с своего телефона, и, конечно же, там можно сделать круг картинки. Если, например, вы выбираете кого-то, кто с вами на одной большой фотографии. Или вы можете просто скинуть ссылку на Фейсбук, на фотографию того человека, которого вы хотите загрузить. Дальше. Вы выбираете фильтр. Сначала у нас есть базовые фильтры. Потом, конечно же, вы можете докупать дополнительные, более сложные вещи. Следующий слайд. И теперь демо. Демо тоже предельно простая. Загружай, загружай. Мы выбираем фотографию. Входим через Фейсбук. Мы научились обращаться и к Фейсбуку, и к OpenAPI Photolab. Но надо зарегистрироваться, конечно же, поначалу. И вам говорится, загрузите нужную вам фотографию, что мы делаем. Что же происходит дальше? Фотография загружается. И в данном случае мы будем применять два фильтра. Один фильтр тот, который вы видели на ваш выбор, который показывает некий подкол вашего друга. А другой фильтр делает блюр фотографии, чтобы ваш друг сразу не понял, а кем же вы его считаете, и в качестве кого вы его изобразили. И нажимаем Share. Сервис, кстати, работает. Можно поширить и отметить Андрея. Его здесь, правда, нет, но так бы он мог просмотреть. Да, вот мы отмечаем друга в этой фотографии. И после этого, естественно, эта штука появляется у него в ленте. Ну-ка, делаем Share. Одну секунду. Одну секунду, да. Естественно, вы можете выбирать совершенно разные форматы, разные темплейты, разные приколы над человеком. И фишка в том, что сразу он их не увидит. А, ну вот, все, пост сделан. Загружаю презентацию. Дальше у человека в ленте появляется очень странное сообщение с сильно размытой фотографией, где говорится, слушайте, а над вами вот поиздевался тот-то и тот-то. Хотите узнать, чем он вас считает? Он кликает на эту штуку, и там дается на выбор. То есть одна штука, который, фильтр, который мы отметили, и два остальных рандомно выбирается из нашей коллекции. Если он не угадывает, то на его страничке убирается блур, и он себя видит в формате зомби, алкаша или кого-то еще. И идет призыв отомстить. Если он угадывает, то мы его сразу просим отомстить и, естественно, воспользоваться нашим сервисом. Презентацию обратно. Про презентацию. Нет, не надо меня загружать. Следующий слайд. Фильтров у нас очень много разных. Так можно применять на любой вкус. Будет. И следующий слайд. Как это будет развиваться? Скоро мы сможем запустить это в мобильной версии, добавить тематические наборы фильтров и работу с другими социальными сетями. И в конце дальше слайд. Наши команды, у нас еще есть секретный программист, он стоит вот здесь. И не падится это Ярослав. Его на слайде нету. И, собственно говоря, мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Спасибо. Ребята, почему вы считаете, что это будет вируситься, это не будет некая локальная история между двумя людьми, что я почву подобный подкол своему другу. Мне повезет, если он на него ответит, а не просто, допустим, удалить. Еще мне сильно повезет, если он ответит, ну, как бы меня подколет в ответ. И на этом не закончится просто. Ага, да потому что этот пост будет видеть не только друг, но и все друзья в его ленте, которые смогут тоже на это нажать и посмеяться. И потом прикольнуться на темпы своих друзей. Ну вот не очень очевидно, почему я, увидев такой пост, направленный к другому человеку в своей ленте, к своему другу, нажму на него. А зависит от человека. Над некоторым людям очень приятно стебаться. Поэтому, если над ним постебался кто-то один, то это вызывает степную реакцию всех остальных, которые начинают постить аналогичные штуки. По крайней мере, так работают с карикатурами, так работают с некоторыми шутками. Это проверено на практике. Так что, я думаю, это будет работать и здесь. Спасибо. Виктор. Я не совсем понял, в чем... То есть, каким образом вы говорите, что нет, запущено другу. Что значит запущено другу? Можете повторить, вот последнее слово? Запущено чем? Кем? Другу. Что значит запущено другу? Куда постится? Смотрите, это делается пост в Фейсбуке. И в Фейсбуке есть функция отметок людей. Когда мы человека отмечаем, если у него это не заблокировано, то у него это тоже отображается в ленте. Отображается у него и у нас. Соответственно, все наши друзья, того, кто запостил. И все друзья того человека, которого мы отметили, на котором мы пригодились, это увидят. Я ответил на вопрос. Но при этом они это увидят, вот все эти друзья увидят с подписью над вами, есть такое-то. они увидят, что отмечен такой-то человек, что в данном случае, например, Андрей. И все друзья Андрея увидят, что над ним кто-то прииздевался. И они смогут нажать, посмотри, зайти на сервис, ответить за него на вопрос, кем мы его считаем. И после этого увидеть уже картинку без блуна. Я не совсем понял. Так, какой текст идет с этой картинкой? Тот, кто запостил, издевается над тем, кого мы запостили. Вопрос к тому, кого мы запостили, кем он вас считает. Человек пытается понять, кем мы его считаем, и кликает на это изображение, попадая на нашу обсередность. То есть текст там условно Андрей поиздевался на голосе, кем он его считает? Да. Вообще текст, конечно, можно будет поменять, могут быть разные шаглоны текста, но это базовый вариант, с которого мы начинаем. Понятно. У меня вопросов, наверное, нет пока других. У нас тоже спасибо. Спасибо, команда.